Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 июля. И я вчера показывала, что обычно в конце июля или начале августа, после таких проливных хороших дождей, когда влажная почва, когда легко вот это делать, все рыхление, я делаю последнюю обработку грунта, то есть прорыхливаю луночки, подгребаю, окучиваю их, убираю все нижние мешающиеся листья, и все. Это последняя обработка, потом они уже просто висят и доспевают. Но вчера опять пришли некоторые комментарии, что люди не могут ни прорыхлить, ни окучить. И вообще, если честно, вот вам признаюсь, как от всей души скажу, что когда в прошлом году мне приходили такие комментарии в ответ на видеоролики про рыхление, что не можем прорыхлить, все у нас выковыривается, меня даже это злило, думаю, ну как, ну это самое элементарное, прорыхлить, окучить, уж этого-то, если люди не знают тогда вообще, какие они, такие как недалекие, что ли. Но уже когда в этом году начали приходить подобные комментарии, одна даже женщина или девушка написала с обидой, даете такие тупые советы, что я начала рыхлить, все корни повыдергивала, но я поняла, что действительно, наверное, есть такие люди, которые вот этих элементарных приемов обработки грунта, ну именно вот томатов, рыхления, окучивания, они не знают и не умеют это делать, но не умеют не потому, что они вот такие глупые или ленивые, ничего у них не получается, не оттуда руки растут, а просто, скорее всего, им никто не показал, как это делать, а чтобы дойти своим умом до этого, вот я уже знаю сейчас это, то нужно, это много-много, многолетний опыт, много лет труда в огороде, и тогда ты уже нарабатываешь эти опыты и делаешь все это на автомате, ничего у тебя не выковыривается, ничего у тебя не повреждается, и вот для таких людей, которые не знают, как это делать, и как у них получаются вот эти повреждения, какие-то убытки, я поняла, что нужно показывать все прям, как вот от и до все мелочи, хотя и многие говорят, пишут, да это элементарщина, но для кого-то элементарщина, для кого-то нет, вот сейчас я пришла на этот ряд, где я обрабатываю именно рыхлю, окучиваю все это, подгребаю томаты, вчера я делала крайний ряд, сейчас я дошла до середины, я сейчас прям опущусь на землю и покажу все в натуральном виде, как я вот тут на четвереньках ползу и как я работаю, так вот встали мы на четвереньки, у вас вот справа ряд, слева ряд, наверное у всех так, и я еще хочу, сейчас мы доползем до того места, потому что видно вот докуда я уже дошла и где не дошла, там вот где вся эта зелень, старые листья, я несколько дней подряд их обрезала, обрезала, они сейчас подсохли, я иду, листья сгребаю, собираю в мешок, выношу с участка, никогда не оставляю на участке, потому что ботву и листья нижние не рекомендуют вообще оставлять томатные, на них возможно и начальные какие-то споры, фитофторы, заболевания, микробы, я убираю все, и вот я ползу, убираю листья, все, и сейчас я скажу вам, что мне подгребсти намного легче, потому что я позаботилась об этом еще весной и сделала глубокие лунки, глубокие лунки нужны для чего, я уже говорила, очень удобно поливать, туда много воды входит, особенно во время засухи, потом у меня остались вот эти бортики, которые сейчас я запросто превращаю в кучки, остановилась, потому что проползаем мимо сибирской тройки, вот сибирская тройка, тоже сегодня нижние листья обрезала, и вот после того, как я сниму про рыхление видеоролик, я обязательно сниму сейчас видеоролик про сибирскую тройку, хочу ее реабилитировать, многие люди пишут, что она то не урожайная, то у нее там вершинная гниль, я покажу свою сибирскую тройку и расскажу, в чем, ну как, какие могут быть проблемы у вас с ней, так, вот доползли мы до того места, и вот про лунки я вам говорю, что смотрите, я с весны сразу делаю глубокие лунки, не знаю, показывает камера или нет, вот здесь углубление и вокруг вот эти борта, вот с этих бортов мне очень удобно делать насыпь, я беру вот такую мотышку, и там, где вот внутри лунок, я делаю такое нежное, легкое рыхление, я не выгребаю оттуда корни, просто как, вот как дятел стучит, вот так, тюк-тюк-тюк-тюк, не знаю, как все объяснить, вот так, короче, тюк-тюк-тюк-тюк, так, сейчас, подождите, так, вот само луно этой лунки я взрыхлила, а теперь вот с этих бортов, которые вокруг, видите, у меня вокруг как бы высоко, я начинаю сюда подгребать, со всех четырех сторон я подгребла, когда я подгребла, видите, ни одного корня у меня нет, когда я подгребла, то я еще с дорожки, вот так вот этот борт еще делаю, так, повыше такой, так, борт делаю, вот появился один корешок, значит все, глубже уже не надо, если у вас при таком вот нежном рыхлении, при подгребании, выкапываются корни, это значит, вы скорее всего, очень мелко посадили томаты, и вся корневая система у вас снаружи, вообще корни, они глубоко, даже если один вот корешок у меня тут вылез, ничего страшного, я даже могу его убрать, или просто снова присыпать, основная корневая система у нас находится там, 20-30 сантиметров, и вот одна девушка, к сожалению, выписала вопросы ваши на бумажку, но осталась она там, теперь я уже назад не полезу, не попячес, одна девушка написала, что у нее эта земля спрессованная, но так как она не может, ну как рыхлить, корни выгребаются, она берет простую вилочку и тычет ей, но простой вилочкой вы ничего себе не поможете, потому что простая вилочка, что она 5 сантиметров, они находятся вот на такой глубине, вот глубина вил, и для этого есть старый, испытанный, проверенный способ, если вы, у вас, например, или замульчирована, или земля спрессовалась, засохла так, что вода туда не идет, а особенно это применяют для проведения подкормок, просто берете вилы и вокруг лунки делаете несколько глубоких, но вот ни одной рукой неудобно, я камеру держу, несколько глубоких прокулов, ну вы поняли принцип, для чего это делается, и вот эти самые проколы вилами, они будут тот самый проход, по которому и пройдет воздух, но это как, это вместо замены рыхления, вилами вы вот так воткнете, ну двумя руками хорошо они втыкаются, после дождя во влажную землю, и вот когда во время, например, подкормок или обработок, чтобы быстро прошла туда вода, и потом быстро прошли все эти питательные подкормки, делают проколы вилами раз, польют, вода прям моментально до корневой системы туда доходит, она верхний слой, как сказать, не увлажняет, а именно вглубь, и потом еще раз по влажной земле потыкать и провести подкормку, вот это самое эффективное средство, простой дедовский метод, которое облегчит вам уход, вот проведение подкормок, если у вас у кого нет вот такой вот тяпочки, я частенько делаю такую, как вот этот скребок из простых шампуров, лучше всего из нержавейки, вот простым шампуром очень легко рыхлить, такое получается нежное рыхление, и оно довольно-таки глубокое, он носик острый, вот так вот до сюда он достает, вот эти все принципы, наработки, конечно, это все приходит с опытом, с годами, и если вы не умеете рыхлить, не умеете окучивать, пригребать эти кучки, этому все равно нужно учиться, потому что это, как, ну я не буду, как говорить, конечно, это не назовешь там суперспособ, но это нужно все, это очень нужно и необходимо растения, потому что вот видите, у нас была долго засуха, земля спрессовалась, я сейчас ее, вот так, прям нежненько-нежненько взрыхлю, 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 при, при, туда, и вот представьте, какой будет доступ воздуха, и следующий дождь, когда польет, она вся влага, прям туда пойдет, можно делать подкормки, после такой обработки, можно вообще ничего не делать, у меня их так много, что я нынче почти ничего им не делаю, и я посмотрела, думаю делать или не делать, вот так посмотрела вдаль, все, там увешано помидорами, и я подумала, ой, хоть бы эти переработать, наверное, не надо мне уже больше урожая, наверное, не буду я никак их подкормки какие-то делать, стимулировать их на дальнейший рост, на дальнейшее плодообразование, хватит этого, все, хоть бы эти обработать, и хорошо за ними, за этими следить, все прорыхлить, все сейчас, опять листики, все надо обрезать, еще раз пасынки убрать, верхушки общепнуть, работы хватает, все, до свидания, с вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, я поползла дальше, край это еще и не видно, нет, Продолжение следует...